28 мая во всей республике выпускники 11 классов сдавали первый единый государственный экзамен по трём предметам – химия, литература, география. 8 июня воспитанникам стали известны их результаты, но больше всего в этот день радовалась выпускница школы номер 3 Милана Адилова, ведь она получила заветные 100 баллов. По её словам, она не подозревала, что достигнет такого успеха. Следующее сообщение моей учительницы по химии – то, что в Каспийске есть один стабальник, и у меня начинается паника. Я захожу на госуслуги, и 100 баллов. Я начинаю плакать. Я бегу к родителям, они спят, я их бужу, у меня 100 баллов. Они понимают, они меня поздравляют, и тут они осознают, что это уже результат. И тут я начинаю писать своему классному руководителю, своей учительнице по химии. Но вот это вот чувство дрожь, оно до сих пор осталось. Как рассказывает Милана, главным инструментом её успеха является холодная голова и контроль над своими эмоциями. Ведь волнение сбивает с правильной мысли и наводит хаос в голове. Не стоит бояться, это первое. Прийти с холодной головой всё написать. Когда ты видишь Ким, ты понимаешь, что это всё то, что ты учил. И не стоило это так переоценивать. Просто сесть и решить. И выйти уже там паниковать. Директор школы номер 3 Мадина Агаева рассказывает, что Милана с начальных классов была очень активным и целеустремлённым ребёнком, который постоянно раскрывает себя с разных сторон. Милана, она не просто все эти годы участвовала в различных рейтинговых мероприятиях, но занимала призовые места. Хочу сказать, что Милана, она в совершенстве знает топосаранский язык. Она ежегодно участвует в различных конкурсах и во всероссийских олимпиадах. И она заняла первое место в республике. Из-за таких школьных успехов весь преподавательский состав даже не удивлён отличным результатам Миланы. Стоит подчеркнуть, что это событие – праздник не только и до самой выпускницы, но и из школы. Ведь впервые в стенах образовательного учреждения появился ученик с таким высоким количеством баллов. Где-то в душе, конечно, так хотелось, чтобы именно в нашей школе были такие высокие результаты, но я не надеялась. И тут мне звонит классный руководитель Адиловой Миланы. И она тоже такая же скромница, такая умница. И она говорит, вы знаете, вот Адилова Милана я уже поняла сразу. Вы знаете, мои эмоции сегодня я и радуюсь, я смеюсь, я плачу, у меня разные эмоции. Сейчас Милана готовится к заключительному экзамену по биологии. И надеется, что мечта стать профессиональным врачом, как хотела её бабушка, уже совсем скоро исполнится. Хотелось бы, конечно, в Сеченовский университет в Москве. Я ходила в прошлом году и на Олимпиаду, и я поняла, что это то место, куда я хочу поступить. И я очень рада, что я там бывала. Я прочувствовала эту атмосферу, почувствовала атмосферу университета. Увидела, какие там студенты, какие там преподаватели. И меня это до сих пор мотивирует. Я хочу учиться среди них. Отметим, что Милана готовилась к экзаменам самостоятельно, без помощи репетиторов.